В Аше появился живодер, об этом рассказывают местные жители. Утверждают, что кто-то отрывает хвосты животным и втыкает в них гвозди. Погибло уже больше 10 кошек. Усатые там начали пропадать еще в марте. Позже люди стали находить питомцев мертвыми. Судя по трупам, умирали они насильственной смертью. Так, даже беглый осмотр показал, что над ней издевались. Издевались жестоко. Ну, естественно, я ее взяла и пошла к ветеринару. Ветеринар посмотрел и сказал, у нее был полностью оторван хвост от самого позвонка. Это жуткая картина. Ветеринары же отмечают, к ним регулярно поступают изувеченные животные, в которых втыкали гвозди. Полицейские приступили к проверке, а это видео было снято в Челябинске. На пересечении улиц Чопа и Хохрякова из машины выпала кошка. Судя по кадрам, хвостатая билась в конвульсиях и едва не угодила под колеса. В результате ей помогли очевидцы. Кошку унесли в безопасное место. Но что с ней произошло дальше, неизвестно. А жители поселка Первоозерный жалуются на бродячих псов. Это фото сделала местная жительница. Женщина говорит, что на нее набросилось около пяти собак. Пострадавшая обратилась в травмпункт. Ей поставили уколы от бешенства. Тем временем жители Комсомольского проспекта переживают за голубей. Там закрыли все продухи на чердаке. Птицы пытаются попасть внутрь, ведь там у них остались птенцы, но все безуспешно. А этого лисенка на днях отправили в Тюменский зоопарк. Малышку нашли в мае на обочине в городе Озерск. Ей было около двух недель. За полмесяца рыжая подросла и окрепла. Но отпускать на волю ее уже не рискнули. В Чебаркуле бомжей обвинили в гибели елки. Люди уверены, что это дерево высохло из-за того, что под ним жили бездомные. Якобы бомжи около года провели под ней. И этим убили дерево. Свой вопрос местные жители адресовали к администрации Чебаркульского района, пока в ведомстве не прокомментировали ситуацию. А в Магнитогорске дохнет рыба. Мертвых сазанов видели на берегу реки Урал. Кто-то винит в случившемся одну из птицефабрик. Кто-то не отрицает, что в реку могли попасть сточные воды. Специалисты отмечают, что причин, из-за которых может погибнуть рыба, несколько. Температурные и газовые режимы, мутность воды, зарастаемость водных объектов, гидрохимические параметры. А эти сазаны могли задохнуться. В жару они курсируют около поверхности, на мелководье, где кислорода заметно меньше. Спасибо. Спасибо.